В борьбе за город свободной от навязчивой наружной рекламы победила мэрия, но правда пока в пределах двух улиц – 10 августа и Красной армии. За минувший год здесь стало гораздо меньше вывесок. Именно в центре города опробовали применение дизайн-кодов, разработанных индивидуально для всех зданий. Был взят каждый дом по улице 10 августа и Красной армии, отрисован, и на дизайн-коде были указаны предпочтительные места для размещения вывесок и рекламных конструкций. При этом, когда предприниматели приходили к нам и не соглашались, если они представляли свой проект художественному совету, и он был действительно лучше, он был красивее, то художественный совет зачастую принимал его и утверждал новый облик этого дома. В течение года специалисты управления по делам наружной рекламы вплотную работали с предпринимателями. Убеждали демонтировать незаконные конструкции, стимулировали рекламу распространителей к получению разрешения и согласования на установку вывесок в соответствии с существующими требованиями. В первую очередь к размерам рекламных вывесок. В мэрии намерены всерьез взяться из остальной улицы. Мы констатировали на начало года, это очень большие размеры информационных конструкций, поскольку их было очень много, каждому хотелось как-то выделить именно себя. И самый наиболее убедительный способ, так сказать, предпринимателей, которые для этого выбирали, это увеличение размера конструкции, увеличение ее пестроты. Ну, безусловно, это не подходит, так что, что касается размера, то здесь есть требования. Если в марте специалисты мэрии насчитали порядка 300 незаконных информационных конструкций, то сейчас теперь их не более 30. Остались еще примерно 10% вывесок, которые не сняли. Этим предпринимателям легче заплатить штраф и дальше оставить свои вывески висеть. Но в настоящее время в Ивановской городской думе находится на рассмотрении проект решения, который предусматривает принудительный демонтаж вывесок. И это будет еще одним рычагом для тех предпринимателей, которые не согласились играть по нашим новым правилам. Проект решения уже прошел первое чтение. Нет сомнений, что он будет принят депутатами Ивановской городской думы в обязательном порядке. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.